В честь этой даты сегодня у памятника «Подвиг во имя жизни» прошел митинг, на который пришли сотни сочинцев. Среди них немало медицинских работников, которые почтили память своих коллег, спасавших жизни раненых фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны вся наша санаторно-курортная система была преобразована в гигантскую госпитальную базу. Медики сама отвержена, и природа работала и трудилась на восстановление сил наших раненых и больных воинов. В Сочи и сегодня помнят и чтут подвиг людей в белых халатах. У памятника им часто можно видеть живые цветы. Сегодня их стало гораздо больше обычного. По воспоминаниям очевидцев, первых раненых доставили в Сочи около 11 утра. Об этом также вспомнили и сегодня. Город встречал их молча, но всем городом. С этого началась новая история города. С города-курорта город превратился в город-госпиталь. Нынешнему поколению сочинцев очень важно передать ту память, память о великом подвиге сочинцев, который они совершили во имя жизни. Еще одним местом для проведения митинга стал памятник героям, павшим в боях за родину, расположенным у входа в Тисосомшитовую рощу. Годы не пощадили мемориал. Еще совсем недавно он был в полуразрушенном состоянии. Сегодня свежеотреставрированный памятник стал площадкой для встречи ветеранов и молодежи Хостинского района. В нашем Хостинском районе осталось всего 17 госпитальных несестер. Их все меньше и меньше. И мы, конечно, должны сделать так, чтобы они были окружены вниманием и заботой. Они многие уже прикованы в постели. И здесь надо митинги. Ни одного человека не было из них. Но мы их подвиг чтим и помним. И молодое поколение мы к этому тоже приучаем. Вот здесь было много детей и школьников, и даже дошкольного возраста. Дети наши должны знать, что этот подвиг никогда не забыт. Татьяна Григорова признается, тот день, когда в Сочи привезли первых раненых, помнит, как будто это было вчера. В ту пору ее мама работала хирургической медсестрой в санатории Ворошилова и часто брала маленькую Таню с собой. Она уходила рано утром на работу к раненым и приходила поздно вечером. Была полная-полная темнота, затемнение в Сочи. Абсолютно, чтобы немцы не видели, не слышали все. Я приходила туда к раненым, рассказывала им стихи, пела, даже танцевала. Они меня кормили и так далее. Начиная с августа 1941 года, раненых в Сочи доставляли всеми возможными способами. По железной дороге, морям, самолетами, автомобилями, а из горных районов даже на лошадях и ослах. Хирурги работали почти круглые сутки, а спали сидя в перерывах между операциями. Когда не хватало мест для раненых, их клали по двое на койку, в коридоры, вестибюли или прямо на пол. При нехватке медикаментов использовали то, что давала щедрая природа Сочи. Раны промывали отваром листьев эвкалипта, клей для повязок заменили клеем из плодовых деревьев, медицинский спирт чачий, а вату высушенным самшитовым мхом. Всего за годы войны через сочинские госпитали прошло почти 336 тысяч человек. Это сопоставимо с населением всего современного Сочи. Процент выживших в госпиталях курорта был самым высоким в Советском Союзе. Именно поэтому в 1980 году Сочи был награжден Орденом Отечественной войны первой степени за вклад в победу, который внесли медицинские работники и все жители города.